Белгородская область 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 Вон все посещено, разбито. Вон там все еще горит. Вот, слышу звук, выход какой-то, как будто бы. И непонятно. Может быть, это и наши работают. Союз Казакова России. Местные жители. Попросили помочь, потому что ситуация в городе не очень сложилась. Мародерство началось. Урод в жители почти все уже уехали. Поэтому ездим патрулируем вместе с охранными предприятиями. Как ситуация вообще в городе, расскажите? Стабильно плохая. Регулярные прилеты? Регулярные прилеты. Основная масса повывозила женщин, детей. Мужчины пооставались, и то мало. Предприятия все стали. Да, он пуляет, он горит снова еще одно предприятие. Вот после этого обстрела. По центру города прямо сейчас лупят, а вы сидите тут на лавочке возле подъезда. Только сейчас забегали, как громыхнуло, мы в подъезд. Шух, котенок первый побежал туда, мы в подъезд. Была бульная ночь. До шести утра мы в туалете, в куфайку постелила. Ванну, ну поняли, в ванне. Там спасались, а света-то нет. Ни света, ни связи? Связь сегодня появилась, а вчера была связь. Ну вот кто-то звонит, и сразу сбой сети. А продукты? А продукты запаслась, сейчас половину отнесла на мусорку. Растаял, все отнесла. Полтора килограмма фарша отнесла, килограмм пельменей, сардельки еще так и так. Ночью холодно, я на балкон их выношу, а ложу на пол. Говорю, ну сварим, можно поесть. Ну сейчас парочку вынесла. Котенок тут один поел туда, ушел, один там никак не поест, прячется. Сколько у вас тут так в доме-то осталось, во дворе людей? Мало. У нас вообще весь подъезд одни старики. А чего не выйдете хотя бы на время? Ой, я после инфаркта, обширный инфаркт с остановкой сердца, я там, я умру сразу, где куча народа. Ну а здесь что ли лучше, когда обкладывают город? Ну, будь что будет. СМС-ки нам присылают, спускайтесь в подвал. Да, а подвала-то у вас и нет. Подвала нет. Я еще ее не читала, ведется отстрел. Сейчас я включу. То есть информируют, да? Да, да, да. Ведется отстрел у города Щебекино, спуститесь в подвал. Да, у вас подвала нет. Мы по-пластунски залезем. Шутка. Так ходишь по дворам, буквально немного местных жителей осталось. В основном пенсионеры, как обычно. Вот люди, там у кого есть дети, детей уже вывезли, вот сейчас там забирают вещи и тоже уезжают. Не знаю, очень напоминает ситуацию вот в прифронтовом городе Донецке, Петровский район. Подъезд открыто. Если что, можно зайти, укрыться. Не во всех домах есть подвалы, но можно зайти хотя бы укрыться. Ночь позавчерашнюю просидела здесь, ну, летало здесь все, как вы знаете, наверное, или не знаете. Ну, вот теперь мы эвакуируемся. Детей я успела вывезти до этого всего. Уезжаем на дачу. Это вот отдел полиции, где был прилет. А, ну, еще горит он. Вот так вот приходится передвигаться по городу. Если на своих дворих. А на машине до максимальной скорости. Ну, пока более-менее затеще. Но здесь расслабляться вообще не стоит. Все, двора пустые. Вообще никого нет. Улицы, видите, тоже пустые. Совсем немногочисленные машины, которые приехали сюда не просто так. Ребята, да все же уже по сто раз рассказали. Все живы-здоровы почти. Ну, не сладенько, не гладенько. Все, все, ничего. Люди живут. Шебекина не склоняется. Шебекина не отдадим. А как вы ездите по городу? По центру обстреливается. Ну, он же с ней ежесекундно обстреливается. Жить надо. Мы здесь жили. Это мы вот два дня убежали как, ну, очень сильно интенсивно. Планируете оставаться? Нет, мы отбежали немножко на безопасное расстояние. Возвращался за трусиками там, маечками. И завтра приедем. Как здесь оказались? В нем был на работе, увидел пост в интернете, что люди, у кого есть возможность на машинах приехать, забрать тех людей, у которых нет машины. И вы кого-то вывозили сегодня? Да я вот проехал по всему городу, людей нет. А вам не страшно такие рейсы-то совершать? Страшно. Так у вас ни броника, ни аптечки, ничего? Ничего, да. И вот так, если на пленки, это уже будет и наша граница, наш этот погранпост. А граница-то идет в ту сторону, идет та волжанка, которую бедную лупили все. Я тут живу, это мой дом, и я не хочу бежать куда-то. Я понимаю, когда у тебя есть маленькие дети, у тебя уже другая психология, у меня нет маленьких детей. И я другого не хочу, вот как только жить на своей земле. Да, все было, было очень плохо. Такие, такие светопредставления были. Это, эти взрывы, эти бомбежки, все было очень тяжело. Есть и боязни, есть и все. Но есть вот такая уверенность в наших ребятах, что вы даже не представляете. Я же знаю, что они там стоят и бьются, как они бьются за нас. А я вот это буду, вот эту панику разводить. Так что вот так. Давайте, солитесь к нам. Довезем. Так, сейчас только я с края сяду. Ой, осторожнее, извините. Давайте. Из города вы эвакуируетесь? И котика прихватили. Так, нам придется чуть поютиться, но довезем. Все нормально. Сильно? Да. Своих не проснули. В дом попало у вас? Да. Стекла поболели. И в соседнем. И к санку. Да и вообще рядом везде. 30. Честно говоря, не могу, я сразу не слышу, что там бегу в ванную сразу. Это там в ванной, наверное, не поможет. Сжатеваться некуда, у нас света нет, воды нет, по всему Шебекину нет. И магазины все закрыты. А вот соседи ваши дома? А все по уезжей. Все они только. А вы хотели пешком дотопыть? Да идти сюда. То я по-быстрому уже добежу. А ничего, сейчас довезем вас. Все нормально. Марьяна Наумова сейчас в нашей студии, можно сказать, сразу после опасной поездки в Шебекино. Марьяна, у меня первый вопрос. Ну вот смотри, обстрелы, где-то прилеты, как ты говоришь, ты без сказки. Ну, как такое может быть? Ну скажи. Я думаю, что свой снаряд не услышишь. Слушайте, на самом деле очень непривычно находиться вообще в бронежилете и в каске на территории России, да, в нашем понимании, в старой России. Очень необычно. Не думала, конечно, что такое когда-нибудь будет. На самом деле хотелось бы отметить работу местного губернатора, потому что работа с местным населением ведется. Людей эвакуируют, добровольцы и волонтеры добираются до города, довозят людям продукты, воду и так далее, помогают, информируют. Вот, на самом деле Гладков настоящий мужик. Что касается города, город действительно опустел, очень мало людей. Остались, конечно, пенсионеры, как и обычно, которые не хотят выезжать, либо не могут по состоянию здоровья. Вот, а так в целом город опустел, ничего не работает, ни магазины, ни аптеки, ни предприятия. И проблема здесь в том, что люди готовы помогать. Есть волонтеры, вы видели в сюжете казаков, которые просто по своей личной инициативе патрулируют город, потому что это сейчас необходимо для помощи людям, для какой-то координации, для того, чтобы никто не мародерил. Вот, но проблема в том, что нужно организовывать этих людей. Очень много людей, которые хотят поехать в Шебекино, помогать местному населению. Но нужен транспорт, нужна экипировка, вот они все покупали за свои деньги. И тогда будет как-то спокойнее жить, на самом деле. Вот, вот эта помощь очень необходима и нужна. И вот в сюжете видели тоже, что люди выезжают с кошечками, с собачками. Но это единицы, потому что это очень тяжело. Ты приезжаешь в пункт временного размещения, где сотни коек и с животными там как будто бы не место, это неудобно и очень сложно. Но люди хотят забирать своих питомцев, поэтому мне кажется, что нужно создавать вот такие отдельные какие-то пункты временного размещения для животных, передержки, где животным тоже будет оказываться помощь в виде там лекарства, питания, переносок и так далее. Но это тоже надо специалистов подключать, волонтеров, которые знают, как это все организуют. Ну, приюты, я думаю, местные в Белгороде много, ну, думаю, есть приюты для животных, я думаю, можно их подключить. Вот на самом деле Белгород чудесный город, мне там очень понравилось, очень красивый, светлый, там все работает, много людей и не видно вообще никакой паники. Я надеюсь, что такая ситуация будет сохраняться, потому что, конечно, очень много фейков вокруг. Вот я хотела бы отметить, что постоянно какие-то военкоры разгоняют фейки, что УКРДРГ зашло на территорию, там ведутся какие-то бои. Я специально поехала в Шебекино, чтобы посмотреть своими глазами, пообщаться с людьми. Вот я привезла сюжет, я это показала. Поэтому надо следить, конечно, за информацией, но очень тщательно, потому что очень много фейков, которые сеют панику, это абсолютно неправильно, неверно. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим зрителям, чтобы они смотрели проверенные источники. Вот, пожалуйста, я съездила, вам показала. Люди там живут, да, сложно, да, опасно, но как бы ситуация такая, какая она есть. Вот. Знаешь, обратил внимание, в твоем сюжете ты в один момент сказала, непонятно, где выходы, где входы. Чем отличается ситуация от того, что ты видела уже в Донбассе на протяжении этого времени, и почему тебя это удивило? На самом деле, мне кажется, что это просто незнакомая местность, потому что, например, в Донецке, работая там в районе аэропорта, либо Петровского района, я понимаю населенные пункты, я понимаю, откуда стреляют. То есть уже по звуку определяешь откуда. Ты настолько близко к линии фронта, там буквально 500 метров меньше километра, и ты слышишь выход вражеского орудия, и слышишь прилет, ты можешь ориентироваться, ты даже можешь посчитать там секунды, когда этот миномет стреляет, определить дальность и так далее. Это все настолько знакомые там звуки, что ты понимаешь, как действовать, где укрываться, где линия фронта, где выбрать нужную стену. Здесь я слышу хлопок, и я не понимаю, может быть, это работают наши, может быть, это там вражеское орудие, но, конечно, неприятно то, что украинская артиллерия все-таки сильная, она бьет очень массированно и по Донецку, и по Шебекино. Но если в Донецке мы ощущаем какую-то безопасность, потому что там наши ребята, наши военные, они дают ответку, и ты как бы все равно понимаешь, что ты защищен. Здесь же пока такая ситуация непонятная, город опустел, людей нет, и вот только немногочисленные такие волонтеры, которые стараются как-то помогать местному населению. А из чего бьют? Здесь я вообще не могу, а, ну, по ощущениям я не могла понять, но мне местные рассказали, что все виды вооружения, танки, минометы, ствольная артиллерия, реактивная, то есть город просто нещадно уничтожается, и хотелось бы, конечно, чтобы были ответные действия, потому что скоро, ну, города, мне кажется, не станет. А на самом деле очень прекрасная Белгородская область, люди, хотелось бы, конечно, чтобы все наладилось, но вот я общалась с белгородским ОМОНом, они меня как раз встречали в Белгороде по поводу ситуации на границе, сказали, что все под контролем, работают, поэтому не надо слушать фейки, сеять в панику, ребята работают, да, всем сложно, вот, но все работают, и я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо.